Так, надо сказать несколько слов про матч для ютуберцев. Ютуберцы имеют право знать, что в игре происходило и как так получилось, что Локомотив вылетел из Кубка России. А происходило много всего. В частности, Локомотив на матч с Акроном полетел без Артема Дзюбы. И уже это довольно сильно напрягло, потому что я, когда посмотрел состав Акрона, я увидел, что у Акрона много низкорослых футболистов. И в целом можно было банально забросами на Дзюбу играть и выигрывать этот матч, потому что свои там верховые единоборства Дзюба выиграет. Но без Артема Дзюбы мы лишаемся не только победы в воздухе в чужой штрафной, но без Артема Дзюбы мы лишаемся очень эффективного инструмента по доставке мяча вперед. Да, я говорил в матче с Ахматом о том, что когда мы играем в меньшинстве и отбиваемся, Дзюба не очень полезен. Но когда мы, наоборот, с позиции силы играем, естественно, для нас сейчас это очень важная опция, потому что мы можем быстро мяч вперед доставлять быстрыми передачами, длинными передачами. И Дзюба за большинство из них цепляется, после чего начинается атака. Дзюба на игру не полетел. У него микротравмы, как сказал Дмитрий Ульянов, или еще какие-то проблемы. Мы, к сожалению, можем только верить или не верить на слово. Также на игру не полетел Станислав Макеев. А здесь уже вообще очень много вопросов, почему Станислав Макеев не полетел на игру с Акроном. Либо это какая-то медицинская проблема, либо это какое-то дисциплинарное ему взыскание, либо еще что-то. Но здесь вообще никаких комментариев нет. У Макеева просто не было даже в заявке. И на первый тайм мы выходим в составе с Данией Худяковым, Контией Кузьмичевым, справа Смольников, слева Текнезян, два опорника Баринов и Карпукас. Трио в атаке Пеняев, Миранчук и Глушенков и нападающий Иван Игнатьев. И здесь сразу несколько проблем. Как выяснилось чуть позже, самая главная проблема заключалась в Дмитрии Баринове, который получил две желтые карточки в матчах со Спартаком. И согласно регламенту, просто банально не имел права появляться на поле. Он должен был быть дисквалифицирован. Каким образом, кто пропустил и как Дмитрий Баринов в этом матче сыграл, я думаю, что станет предметом обсуждения ближайших дней. Но регламент Российского Футбольного Союза, покупку России, дисциплинарный регламент, говорят достаточно однозначно, что карточки сгорали перед Спартаком. И что за две желтых карточки, соответственно, игрок должен следующий матч пропускать. Баринов этот матч не пропустил, так что, по сути, с первой же секунды игры Дмитрия Баринова в матче с Акроном, исход этого противостояния был ясен. Акрон должен получить техническую победу в заседании КДК, если подаст протест. Будет ли он подавать протест, я не знаю. В итоге Акрон выиграл в серии пенальти, но по факту, ну, я не знаю никаких аутов у Локомотива, как он мог бы из этой ситуации выкрутиться, примерно как и год назад, когда вышел Ян Кухта, который должен был этот матч пропускать, но не пропустил. Но там была гораздо более сложная ситуация, потому что у Кухты была дисквалификация в матче чемпионата Чехии. Он должен был эту дисквалификацию отбыть в матче с Краснодаром, но этот матч перенесли, поэтому первой игрой стала игра с Енисеем. И я, в принципе, могу понять, почему все это запутало сотрудников Локомотива. Почему ситуация, в которой Дмитрий Баринов получает карточку со Спартаком раз, получается карточку со Спартаком два, а потом выходит на третий матч, при том, что, ну, за две желтой карточки должен пропускать матч. Я не понимаю и надеюсь, что какое-то объяснение клуб даст, но, скорее всего, это просто безалаберность начальника команды, администраторов и тех, кто за это должен отвечать. Но нас волнует не это. Да, неприятно, конечно, осознавать, что в твоем клубе бардак, и он никуда не кончается, ничего с ним не одевается. Нам сейчас важнее то, как Локомотив играет. А Локомотив в первом тайме играл отвратительно, просто 100% худшая игра Локомотива в 2023 году, потому что, будучи в равных составах с соперником, у Локомотива не получалось вообще ничего. Вот, мы много ошибались в передачах, мы много теряли мячи, Глушенков с Миранчуком вообще не могли найти взаимопонимания, Пеняев что-то бегал куда-то упирался, Игнатьев ни одного единоборства не выиграл, и в итоге в первом тайме опасности воротам соперника Локомотив не создал никакой, а пропустил гол ровно такой же, как он пропускал голы в товарищеских матчах межсезонья. Проход по правому флангу атаки, навес, и два защитника не могут разобраться, кто должен держать игрока, который между ними вбегает. Это вбежал Сергей Макаров, наш воспитанник 96-го года рождения, метр 75 примерно у него роста, в то время как у Конти метр 93 и у Кузьмичева метр 96, и Макаров головой забивает ворота Худякова. Кто здесь виноват, я не знаю, но раз за разом мы эти атаки получаем, раз за разом мы эти голы получаем, и, ну честно, мне кажется, то, что наличие ворота Худякова сразу минус 10 к организации нашей обороны, потому что куда бегают защитники, куда бегают полузащитники, сразу становится просто какой-то хаос. Когда смотришь, как мы в девятером отбиваемся от Ахмата, или как мы играем против достаточно сильного Камличенко с другими футболистами Ростова, но на воротах Лантратов вроде все окей, вроде передачи в штрафную не проходят, навесы не проходят, с Камличенко играют плотно, все нормально. Встает ворота Даня Худяков и, нате, вынимайте на 15-й минуте гол, или на какой-то, ну, в самом начале встречи мы пропустили. Ну, казалось бы, пропустили и пропустили, сейчас забьем еще, но в первом тайме Локомотив вообще ничего не может создать, никакой опасности нету, и на тайм второй Локомотив делает замену, даже двойную, и с поля уходят одновременно и Миранчук, и Глушенков, два человека, которые по большому счету матч провалили, потому что постоянно теряли мячи, и никак не могли создать хоть какую-то опасность у чужих ворот. Больше всего, наверное, меня поразил Антон Миранчук, который проиграл всю борьбу. Вместо него вышел Рифа Джамалединов, и оказалось то, что игроки Акрона, они не такие уж боевые, не такие уж сильные, их Рифа Джамалединов шагом отталкивал от мяча и спокойно этим мячом завладевал. Антон, наоборот, отлетал от того же Сергея Макарова метра на три. И, ну, это странно, это не поддается моему уразумению. На данный момент игра Антона Миранчука вызвала очень большое удивление. Ну, может быть, поле сказалось, может быть, усталость какая-то, хотя в матч с Ахматом он не играл, может быть, ну, играл, но там 30 минут. Может быть, болезнь, которая у него была, так сказалась, но тем не менее, ну, матч он провел, откровенно говоря, слабый. Во втором тайме с выходом Камано и выходом Рифата Джамалединова игра перевернулась. Локомотив стал, наконец-то, заходить в чужую штрафную. Локомотив начал наносить удары по воротам соперника. Некоторые из них были опасны, но вратарь до поры до времени справлялся с ситуацией. Один гол мы все-таки отыграли, и было время для того, чтобы забить еще один гол. Очень здорово вошли в игру в основном, конечно, Михаил Щетинин, но и Вадим Раков тоже на правом фланге неплохо нагнетал, передачки отдавал, там на фланге своем нормально боролся. Но этого не хватило. К сожалению, Сергей Пеняев не забил великолепнейший момент, который ему создал Франсуа Камано. Фактически на пустые ворота выкатывал, и Пеняеву нужно было просто попасть в противоход вратарю, либо точно пробить в угол, сильно в угол, как он и пытался сделать, но не попал в ворота, и мяч скользнул по штенге и ушел мимо. Это стопроцентный момент, который, конечно, нужно забивать в 10 из 10 случаев. Но не получилось, и за это судьба нас наказала серией пенальти, в которой Локомотив оказался слабее, чем Акрон. Он, к сожалению, совершенно не проявил себя Даня Худяков, который вытащил для нас серию пенальти с футбольным клубом Краснодар на домашней арене. Все время летал не в те углы, в которые бил игрок Акрона, и даже если удары были не очень сильные, все равно Худяков оказывался в другом углу. У нас же пенальти не забил Рифат Джамаледдинов, у него большие проблемы с тем, чтобы забивать пенальти, и не забил Иван Кузьмичев, который пробил мимо ворот. Но в данном случае не могу ругать того же Ивана Кузьмичева. Например, Дмитрий Баринов вообще не пошел бить пенальти, при том, что он капитан и должен вести команду за собой. Щетинин бил, Раков бил, Пеняев бил, игроки 2004-2005 года рождения. С противоположной стороны били Хаджинеязов и Сергей Макаров. Это игроки сборной 96-го года рождения, которая становилась чемпионом Европы. Даже Рифат Джамаледдинов, который тоже в той же сборной чемпион Европы, тоже пробил. А Дмитрий Баринов, наш капитан, что-то как-то подзассал выходить и бить. Так что в меньшей степени могу предъявлять какие-то претензии к Ивану Кузьмичеву, когда у тебя есть Наир Текнезян, который вообще не решился бить пенальти, и Дмитрий Баринов, который должен был по статусу своему капитанскому выходить и помогать команде. Он этого не сделал, к сожалению. Но проблема же не в серии пенальти. Проблема в том, что Локомотив довел до серии пенальти. Проблема в том, что Локомотив мог выиграть, но не сказать, что был как-то наголову сильнее, чем команда из ФНЛ, которая идет в нижней половине этого самого ФНЛ. И, соответственно, ну не нужно доводить такие матчи до серии пенальти. К сожалению, к сожалению, Локомотив не показывает, что у него есть какой-то уровень, какая-то стабильность, какой-то класс, на котором он способен обыгрывать такие команды. Мы увидели Локомотив, который играл в основном так же, как он играл по осени с немцами, без тренера фактически. И на такой Локомотив просто банально неприятно смотреть, кто в лес, кто по дрова, друг другу мешаются, и в чем идея такого Локомотива, непонятно. Но зато понятно, зачем этой команде Дзюба и насколько, конечно, наличие Лантратова и Дзюбы двух игроков серьезно увеличивает мощность этой команды. Потому что без них вот мы видим команду, которая на самом деле и сейчас бы продолжала бороться за выживание. С Дзюбой и Лантратовым, который делает сейвы в ключевые моменты, мы добились двух побед и уже вышли из зоны стыков. Вот такое вот мое мнение по игре. Очень грустное, очень много работы предстоит Галактионову. Меня пока работа Галактионова совсем не убеждает. На мой личный взгляд, с Ильей Лантратовым и Артемом Дзюбой примерно любой тренер мог бы поставить такой футбол. Просто футболисты очень высокого уровня, которые способны играть и без каких-то тренерских идей. Но дай бог, что сейчас этот матч пойдет нам впрок и на Краснодар мы выйдем заряженными, мы выйдем боевитыми и мы не будем допускать таких ошибок, какие допускает Локомотив, выпуская раз за разом игроков, которые не могут играть. Ну, например, взять и выпустить с Краснодаром Макеева. Почему бы и нет? Локомотив же выпустил Баринова. Почему бы не выпустить Макеева на матч с Краснодаром? Грустно, грустно. Каждый раз грустно наблюдать бардак в клубе, каждый раз грустно наблюдать, когда команда выходит и не понимает, что ей вообще нужно делать против таких команд, как Акрон. Конечно, крепкая команда, конечно, команда с хорошим тренером, с Калешином, но и у нас вроде неплохой тренер, и у нас вроде неплохие футболисты, а в итоге... а в итоге жопа какая-то. Все, в общем-то, мне больше сказать по этой игре нечего.